Легендарные боксеры Ленокс Льюис и Виталий Кличко встретились друг с другом на сцене во время церемонии открытия конгресса WBC. Льюис и Кличко вышли друг напротив друга в боксерских перчатках, после чего подробно разобрали свой бой, который прошел в 2003 году и сошлись на мнение, что победителем поединка остался не кто-то из боксеров лично, а сам бокс. Также на сцену к боксерам присоединился доктор, который принял решение остановить поединок Кличко-Льюис из-за рассечения украинца. В чем я был уверен, так это в том, что ты, Виталий, дрался как чемпион, но также я был уверен, что у тебя будет еще один шанс завоевать пояс. Также Владимир Кличко получил пояс почетного чемпиона мира по версии WBC. Во время своей профессиональной карьеры украинец становился чемпионом по версии WBA, WBO, IBF и IBO, но так и не смог выиграть титул WBC, которым владел его брат Виталий Кличко. В итоге на церемонии открытия 56-й конгресса WBC президент Совета Маурисия Сулейман вместе с Кличко-старшим, Эвандером Холифилдом и Леноксом Льюисом наградили Владимира Кличко поясом почетного чемпиона WBC. Президент WBC Маурисия Сулейман заявил, что чемпион в среднем весе Сауль Альварес в декабре проведет добровольную защиту. Это означает, что обязательному претенденту Джермалу Чарло вновь придется ждать, а ждет он уже долго. Джермал Чарло является временным чемпионом и имеет право драться с Канелло. Альварес проведет защиту в декабре, а затем рассмотрим этот вопрос. В декабре у Альвареса будет добровольная защита, а в 2019 году обязательная. Мы также знаем, что Головкин хочет реванша. Это пока не официальная информация, но его команда уже сообщила об таком намерении. Горячая пресс-конференция Дуантеи Уайлдера и Тайсона Фьюри закончилась потасовкой. Все началось с призывом британца провести спарринг. «Расскажи мне о своей ударной мощи. 39 нокаутов в 40 боях. Я хочу на это посмотреть. Давай немного поспаррингуем. Покажи эту свою силушку из Алабамы. Боя жена толкнула бы и то сильнее», закричал Фьюри после того, как Уайлдер толкнул его. Боец смешанных боевых единоборств Шон О'Мелли не сможет принять участие в турнире UFC 229, запланированном в проедении на 6 октября 2018 года в Лас-Вегасе. Как сообщил сам спортсмен, посредством своей социальной сети, он отстранен от участия в боях из-за того, что он провалил допинг-тест перед UFC 229. О том, какие запрещенные вещества были обнаружены, с данных им пробах не сообщается. Я считаю, что должен быть открыт своим болельщикам. Уверен, что расследование ситуации докажет, что у меня не было никакого умысла и я не собирался жульничать и специально принимать запрещенные вещества. Надеюсь, что совсем скоро у меня получится вернуться к поединкам. А на этом у меня все, спасибо вам за просмотр, также не забывайте подписываться на канал, ставить лайки и всем удачного дня!